Работает ли вакцина? Волнует всех, кто привился от коронавируса. И пока самый простой способ проверить это – замерить уровень антител в организме. Делают это лишь самые любопытные. Процедура платная. Но с этой недели определить защитную реакцию жители края могут и без финансовых потерь. Гражданину желающему узнать, выработался у него иммунитет или нет, необходимо не ранее, чем через 42 дня после первой прививки. То есть прививка двухэтапная, как обычно. Однако не все так просто. Сейчас жителям Алтайского края доступны несколько вакцин от коронавируса. Спутник ВИ людям в сайт уже полгода. Два месяца назад появилась эпивак-корона, разработанная в Новосибирске. И чуть позже – ковивак. Так вот, напряженность иммунитета с помощью тест-систем можно узнать лишь тем, кто привит эпивак-короной. Вот у нас есть планшет. Открывать его нельзя. В этом планшете 96 лунок. Три контроля, 93 пробы, можно исследовать. На введение вакцины может быть. Общая слабость, недомогание, повышение температуры. До 38 температуры не сбиваете. Хаши, насморк, аллергические высыпания. Болезненность, покраснение отеков, место постановки инъекций. Три дня прививочку не мочить, алкоголь не употреблять. Банни, сауны, физические нагрузки – все исключительно. Такие указания дают пациентам в мобильных пунктах. В Барнауле их два. Сейчас конец рабочего дня, так что посетителей почти нет. А в среднем за день здесь бывает по сотне человек для первого укола. Прививая спутником и эпивак-короной. По словам врачей, вторую жители выбирают чаще. Сдать кровь на антитела после пивак-короны можно в поликлинике, где ставили вакцину. Для этого нужно принести паспорт, СНИЛС и сертификат о получении прививки. Тем же, кто получил препарат «Спутник Ви» или «Кобивак», остается платить за эту услугу. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.